всех приветствую друзья сегодня у меня 6 плюс я еще не снимал видео как-то не получалось все потому что замена 6 плюс почему-то всем необходимо быстро 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 течение получаться вот это принесли оставили на нам пару часов сейчас мы с вами заменим 6 плюс все уже видели все уже знают что это за аппарат дисплей целый замена на сегодняшний день сегодня у нас какое 21 21 июля на сегодняшний день замена дисплейного модуля на 6 плюс составляет 140 евро у нас в испании барселоне проклеенный дисплейный модуль снимаем пластик разъемы сеточка стоит эту беду можно снять и так так давайте заменим замена составляет порядка 10-15 минут не спеша снимаем торцевые винты отстегиваем аккуратно отстегиваем дисплейный модуль и а таким способом отстегиваю дисплей не повреждаем стекло можно будет заменить снимаем металлическую заглушку как у всех айфонов предыдущих моделей винтики сохраняем они разные складываем отдельно отключаем кнопкой выключения аккуратно отстегиваем аппарат я не отключаю аккуратно отстегиваем дисплейный модуль сначала у нас идет верхний динамик и и камера далее кнопка home разъем далее дисплей и тачскрин так выбираем потом сторону и переносим с разбитого дисплейного модуля все новые торцевые винты не одинаковые 6 штук вот сейчас я скручиваю скрутили винты с торца по три с каждой стороны далее кнопка home снимаем заглушку с кнопки home два одинаковых винтика снимаем заглушку так разбираем верхнюю часть верхний модуль снимаем верхнюю заглушку с верхнего динамика и передней камеры тоже самое обращаем внимание на винты какой откуда скрутили снимаем заглушку динамик вот видите да шлейф верхний снимаем защитный экран на нем находится шлейф точнее под ним находится вот этот шлейф который идет через весь защитный экран и вот сюда вот выходит вода видите здесь сидит на двустороннем скотче здесь там необходимо будет отстегнуть кнопку home вот я отстегнул здесь чтобы отстегнуть разъем шлейфа кнопки home вот он очень видно вот видите вот он можно прогреть не сильно с другой стороны аккуратно сняли разъем аккуратно вот он как идет видите да здесь под защитным экраном снимаем кнопку home так и отсоединяем верхнюю модуль давайте предварительно прогреем снимаем рамку камеры передней соединяем шлейф его соединяем вместе с металлической решеткой которая нам не понадобится потому что на новом дисплейном модуле она у нас есть соединяем рамку прозрачную рамку датчика и отсоединяем такую вот прокладку белого цвета которая также стоит у нас перед датчиком и так больше нам здесь вроде бы ничего не понадобится разбитый дисплейный модуль убираем в сторону и переставляем все приставляем все на новый дисплейный модуль ставим прокладку ставим рамку датчика передней камеры вот та самая металлическая решетка которая как говорил вот я ее снял видите да вместе шлейфом поэтому давайте ее соединим приберегем для другого случая еще пригодится вот она и остается здесь микрофон с отверстием для резинового отверстия прокладка для верхнего динамика ставим ее сюда она на двустороннем скотче далее обратите внимание здесь камеру пока отгибаем в сторону датчик в таком согнутом состоянии видите да укладываем сюда на свое место далее далее ставим динамик далее на динамик ставим контакты динамика верхнего вот они видите совмещаем вот эти вот два отверстия вставляем камеру в рамку и ставим непосредственно саму заглушку которая которая держит всю эту конструкцию тремя винтами закручиваем начинаем у нас идет самый длинный винтик сюда еще покороче и сюда самый короткий и так верхний модуль мы установили далее ставим ставим защитный металлический экран закручиваем торцевые винты 6 штук сюда с другой стороны 3 штуки сюда с другой стороны 3 штуки Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаем шлейф кнопки HOME. Устанавливаем саму кнопку HOME. Застегиваем, пристегиваем к шлейфу, к разъему шлейфа. Ставим заглушку. Два одинаковых винта, один сюда, один вот в этой версии. И также два одинаковых винта у нас идут в нижнюю часть защитного экрана и в верхнюю часть защитного экрана вот сюда вот. Закрутили. И финальная часть устанавливаем на системную плату. Обратите внимание на вот этот разъем, очень длинный разъем тачскрина. Его бывает не так уж и просто пристегнуть, поэтому, чтобы правильно его пристегнуть, выставьте его ровно, чтобы с этой стороны и с этой стороны примерно было одинаковое расстояние. Вот. Вот у меня не совсем получилось. Еще раз попробуем. Вот так вот. Застегнули разъем. Далее разъем дисплея. Так, стоп. Неправильно показываю. Вот у нас разъем дисплея. Он идет у нас после разъема тачскрина. Пристегиваем разъем дисплея. Далее у нас идет разъем верхнего модуля. И последнее. Пристегиваем разъем к нотке холота. Он самый тонкий, самый длинный. Небольшая бутаница вышла. Итак, ставим заглушку. Закручиваем пять винтиков. Бутаница вышла. Далее разъем длина. Далее разъем супплея. Далее разъем. Далее разъем дисплея. Разъем дисплея. И стягиваем. И укладываем дисплейный модуль. Сначала вверх, кто не знает, здесь находятся такие вот клипсы, видите, да, вставляем их вверх и далее уже по периметру аккуратно застёгиваем к боковым замкам. И всё, финальные два торцевых винта, дисплейный модуль iPhone 6 Plus готов, 140 евро цена замены. Всем спасибо за внимание, друзья, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, удачного дня, до новых встреч.